О поведении в храме Для начала я зачитаю слова святителя Иоанна Златоуста о том, что каждый христианин должен следить за дисциплиной людей в храме. А далее я зачитаю пять пунктов, которые должны исполнять все православные христиане, находясь в храме. Святитель Иоанн Златоуст в одной из проповедей говорит, совершается молитва, сидят холодно все, и юноши, и старцы, скорее изверги, нежели юноши, смеясь, хохоча, разговаривая, и это ведь я слышал, насмехаясь друг над другом, когда стоят на коленях. Ты стоишь тут, юноша или старец, останови, когда видишь, укори сильнее неслушающего, пригласи дьякона, пригрози, сделай свое дело. Если он осмелится сделать что-нибудь против тебя, то, конечно, многие помогут тебе. Кто так неразумен, что, видя, как ты укоряешь за это, а те укоряются, не примет твоей стороны. Тогда ступай домой, получив награду за молитву. Опять вижу, говорит Златоуст, как одни разговаривают стоя, когда совершается молитва, а другие более скромные, не только когда совершается молитва, но и когда священник благословляет. О дерзость! Когда же будет спасение? Когда же мы умилостивим Бога? Мы составляем одну церковь, стройно составленные члены одной главы, с большей буквы. Все мы одно тело. Если один какой-нибудь член будет оставлен в пренебрежении, то все тело пренебрегается и раскрывается. Так бесчинством одного нарушается благочиние всех. То поистине страшно, что ты приходишь сюда не на место игр или пляски для забавы и стоишь неблагочинно. Разве ты не знаешь, что стоишь вместе с ангелами? С ними поешь, с ними высылаешь хвалу и стоя смеешься? Не удивительно ли, что удар молнии не ниспадает не только на них, но и на нас? Действительно это достойно удара молнии. Предстоит царь, с большей буквы, смотрит воинство, А ты пред их глазами стоя смеешься? Или не удерживаешь смеющегося? Но когда мы будем обличать? Когда укорять? Не следовало ли бы таких, как заразу, как развратителей, как злодеев, развращенных и исполненных бесчисленного множества зол, изгнать из церкви? Когда они станут воздерживаться от смеха? Они, смеющиеся в столь грозный час? Когда удержатся от пустословия, разговаривающие во время богослужения? Неужели они не стыдятся присутствующих? Неужели не боятся Бога? Для нас недостаточно и душевной невнимательности, недовольны и того, чтобы, молясь, блуждаем мыслями повсюду. Но мы привносим еще смех и великий хохот. Разве здесь зрелище? И вам, которые здоровы, отныне заповедуют, что на вас будет суд и осуждение. Если кто, увидев бесчинствующего или разговаривающего, особенно в такое время, не остановит и не исправит. Это лучше молитвы. Оставь свою молитву и сделай ему внушение. Тогда и ему принесешь пользу, и сам будешь с прибылью. Таким образом, и все мы будем в состоянии спасти и достигнуть Царствия Небесного, которого досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святой Иоанн Златоуст, 9 том, 24 беседа, взятая с православного библейского сайта «Во свете Библии». Пять основных правил, которые должны исполнять в храме. Первое. В храме не разговаривать, даже шепотом. Об этом говорит 6-й Вселенский Собор, 70 правило. И 1-е Коринфянам, 14-34. Неа Златоуст говорит, если жены молчат, о чем говорит Павел в послании, то тем более мужья. Второе. На богослужении не опаздывать, не уходить до окончания. Неокисарийский Собор, 5-е правило, 1-й Вселенский Собор, 14-е правило. По храму не ходить во время богослужения, ставить свечи и прикладываться к иконам до богослужения или после. Третье правило. На молитве стоять благоговейно, ноги вместе, не подгибая, не оглядываться, руки сзади не держать. Крестное знамение наносить правильно, ибо Ян Златоуст говорит, что небрежному маханию рукой при крестном знамении бесы радуются. Четвертое. Женщины обязательно в платках полностью закрывая волосы. 1-е Коринфянам, 11-я глава, с 5-й по 16-й стихи. Святитель Ян Златоуст на эти места пишет так. Притом, покрытой со всей тщательностью и осмотрительностью, то есть тщательно закрывать со всех сторон. Юбки у женщин ниже колен, плечи закрыты. Пятое правило. Соблюдать во всем главенство мужа при подходе ко кресту, ко причастию. Первые идут мужчины. Это 5 необходимых правил, которые все должны исполнять, для того, чтобы в храме был порядок и благочиние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова